всем привет это канал криптонист и сегодня я расскажу одну неприятную историю которая произошла с нашим подписчикам купившим 35 тысяч фальшивых июз детей человек который потерял деньги не захотел раскрывать все детали этой ситуации однако я прекрасно знаком с этой атакой я ее встречаю не первый раз и феврале 2020 года я делал видео на подобную атаку поэтому в этом видео я расскажу как мошенники проводят эту атаку и как можно защититься от нее самый первый этап это когда мошенник с нами устанавливает контакт это может происходить в телеграме либо даже при оффлайн встречи это не важно важно то что мошенник не захочет переводить usdt на некастодиальный кошелек то есть на горячий либо аппаратный кошелек напомню что некастодиальные кошельки это кошельки где отсутствует третья сторона к ним относится огромное количество криптовалютных кошельков мошенник будет упрямо настаивать на том чтобы мы предоставили адрес аккаунта бирже то есть кастодиального кошелька где присутствует уже третья сторона чуть позже станет понятно почему если во время сделки продавец криптовалюты у вас спрашивает а какой вы кошелек используете а бирже это не биржа давайте биржа это уже очень сильный тревожный звоночек это должно поднимать наш уровень настороженности мошенник будет переводить usdt в сети эфириума и чуть позже я затрону тему а возможно ли это и в других блокчейнах трон и иос ликвид или алгорант и второе во время установления контакта мошенник будет задавать нам много разных лишних вопросов которые не относятся к сделке про ситуацию на рынке криптовалют про то давно ли мы в крипте находимся какие мы кошельки используем а часто ли мы совершаем транзакции а следим ли мы за той или иной криптовалютой то есть в нашем контакте с продавцом будет много лишней болтовни и опять же чуть позже станет понятно почему после того как мошенник убедил нас использовать все-таки адрес кастодиального кошелька то есть адрес аккаунта биржи он совершает транзакцию и просит нас отправить ему фиатные деньги возможно и даже скорее всего мошенник отправит нам usdt первым и предоставит нам айди транзакции в качестве подтверждения совершения платежа и давайте посмотрим на эту транзакцию я нахожусь в обозревателе блокчейна srscan ади транзакция такая это подтвердилась она два дня назад 14 тысяч блоков уже пройдено взаимодействовали мы со смарт-контрактом отсюда сюда было отправлено 35 тысяч тетр и sdt и была оплачена комиссия в 14 долларов все шикарно и никаких подозрений на первый взгляд такая транзакция не вызывает но если мы кликнем на сам тикер до этого смарт-контракты либо на адрес смарт-контракта то мы перейдем на страницу этого смарт-контракта и здесь уже откроется информация которая вызывает много вопросов первое что бросается в глаза это вот эти вот метрики то есть был имитирован 1 миллиард usdt в сети эфира когда как на официальном сайте тесарте у мы можем увидеть что в эфире было выпущено сами 39 миллиардов токенов и также держателей самого крупного по капитализации стейблкойна всего 236 держателей и всего было совершено 367 транзакций и это все вызывает подозрения поэтому давайте взглянем теперь на оригинальный смарт-контракт токена usdt мы откроем новую страницу etherscan и здесь просто введем тикер здесь есть такой значок верифицированный смарт-контракт открываем его и вот сейчас мы видим совершенно другую же картину что действительно как написано здесь 39 миллиардов токенов в оригинальном смарт-контракте было выпущено 39 миллиардов токенов 42 миллиона держателей и было совершено 134 миллиона транзакций с этим токеном и если мы опустимся в область транзакций то мы видим огромное количество транзакций практически каждую секунду кто-то совершает транзакцию с usdt а что с фальшивым смарт-контрактом очень редко совершаются транзакции и также можно посмотреть на мажоритарных держателей токен и usdt кто здесь здесь шлюзы здесь сам тетр здесь крупные биржи и они держат огромные деньги в usdt а что у нас фальшивым смарт-контрактом кто является держателем непонятные какие-то адреса одному адресу принадлежит 87 процентов всех этих фальшивых токенов 872 миллиарда токена другому адресу принадлежит 3 процента 2 процента 1 процент и на самом деле вот эти вот крупные суммы которые находятся на адресах первой строчки эти все адреса принадлежат мошеннику если посмотреть на транзакции то именно с этих адресов и осуществляются выплаты и осуществляются атаки на пользователей и это только один фальшивый смарт-контракт usdt а их на самом деле много и теперь я думаю становится понятно что лишняя болтовня во время совершаемой сделки нужно для того чтобы оценить наш уровень понимания криптовалюты какие мы кошельки используем как давно а как часто совершаем транзакции а какие криптовалюты храним это социальная инженерия вся эта информация позволит мошеннику на берегу определить наш уровень понимания крипты если он средний или высокий он попросту не будет тратить на нас время а если он низкий то он увидит в нас жертву и возможность украсть деньги и также становится понятно почему мошенник настаивает на том чтобы мы предоставили адрес биржи или любого другого кастодиального кошелька где присутствует третья сторона так как в случае не поступления денег на наш счет а это обязательно произойдет будет кого обвинить третью сторону он может спокойно сказать слушайте отправил деньги вот смотря эти транзакции вот есть подтверждение в блокчейне 35 тысяч токенов я тебе отправил я свои обязательства выполнил напиши биржу напиши в техподдержку иногда там происходит сбой а вообще я слышал что на бирже поступают деньги иногда несколько часов и это нормально ну вообще напишите их поддержки и тебе помогут и тем самым он обеспечит себе время для того чтобы замести следы очистить переписку и скрыться как защититься от этой атаки самое простое очевидное естественно работать только с проверенными продавцами во вторых когда вам задают много лишних вопросов которые не относятся к совершаемой сделке это должно поднимать ваш уровень настороженности потому что это возможно означает что человек просто собирает информацию у вас это первый тревожный звонок третьих если мошенник задает вопрос а какой кошелек мы используем а кошелек ли это биржи или нет а давай кошелек биржи это уже жирный красный флаг который означает что на 99 и 9 процентов перед вами мошенник и надо прекращать с ним общение именно поэтому я всегда настаиваю на том чтобы при совершении сделок использовались некостодиальные кошельки где будет присутствовать только две стороны некостодиальные кошельки напоминают нам наличные деньги то есть есть один человек есть другой человек и есть купюры один человек передает другому человеку купюры и все сделка совершена так же если мы будем использовать некостодиальные кошельки проверенные временем горячие кошельки или аппаратные кошельки то такая афера она просто не пройдет потому что такие кошельки идентифицируют транзакции usdt по уникальному идентификатору по адресу смарт-контракта другими словами если я буду принимать usdt на свой трезер или леджер или сейф пал то я попросту не увижу поступление день соответственно я сразу же пойму что передо мной мошенник и он что-то заподозрил и никогда не стоит полагаться в качестве подтверждения оплаты на саму транзакцию люди которые делают первые шаги просто не смогут разобраться в том что в данной транзакции участвует поддельный смарт-контракт и небольшой лайфхак просто запомните последние цифры числа смарт-контрактов которых вы используете например я использую есть детей относительно часто и я знаю что там в конце присутствует число 831 в обозревателе срскана и до многих других обозревателях есть комментарии людей которые пользуются теми или иными смарт-контрактами и давайте взглянем на комментарии для этого мы перешли на поддельный смарт-контракт и здесь есть такой такая вкладка как комменс эзерскан вот например первый комментарий что он пишет чтоб ты горел в аду ну и кто-то ему отвечает до решение проблемы по ватсапу окей здесь у нас два комментария с этой транзакции скам и сразу же ответ вот свяжись со мной по ватсапу я тебе помогу а здесь у нас четыре комментария здесь написано отправил на неправильный адрес пожалуйста верните какое-то решение и опять же звоните на данный номер я вам помогу а здесь у нас пять комментариев что здесь пишут дату кто-то пишет а я вот восстановил свои деньги вот наберите на этот номер кто-то пишет что это скам и так далее в основном здесь я читал комменты ну просто люди злые пишут типа чтоб ты горел в аду я тебя ненавижу и так далее и следом ответы каких-то людей которые готовы помочь если вы или кто-то из ваших знакомых оказался в такой ситуации ну или вообще в ситуации со скамом где были потеряны деньги и кто-то предлагает помощь для восстановления поверьте мне на 99 и 9 процентов это тоже мошенники никто вам не поможет вот писать на почту на вот сап по вот этим контактам вообще нет смысла сценарий у мошенников один и тот же они спросят сколько вы потеряли вы скажете я потерял тысячу долларов они скажут хорошо восстановление твоих тысячи долларов будет стоить 100 долларов отправить на этот адрес то есть они называют психологически такую сумму которую вы думаете ну наверное не жалко уже потратить потому что я потерял очень много и поверьте мне это просто будет потерянные деньги не стоит писать на почты и на вот сап это все бессмысленно никто вам не поможет и никто не восстановит деньги итак сети эфириум такую атаку осуществить возможно как показывает практика вот троне тоже возможно но в троне нужно пополнить адрес троном чтобы можно было получать деньги чтобы можно было получать токены на тирси 10 тирси 20 это уже небольшой барьер что касается других блокчейнов и ос салана ликвид я не знаю как работают эти протоколы если кто-то знает можно ли принимать смарт-контракты нужно ли совершать какие-либо действия пожалуйста напишите в комментариях давайте порассуждаем давайте полностью закроем этот вопрос однако я могу сказать точно про блокчейн алгорант что в алгорант такую аферу провести будет невозможно по той причине что в алгоранде чтобы начать принимать транзакцию необходимо осуществить опт-ин транзакцию это что-то типа подписки на токен то есть если я подписан на токен оригинального то я могу принимать usdt ассо да это аналоги rc20 в эфире но для того чтобы принимать мне необходимо совершить опт-ин транзакцию вручную то есть подписаться на этот токен если мошенник попытается провести такую атаку отправить мне фальшивые usdt на мой адрес алгоранда то такая транзакция просто даже не попадет в блокчейн она не сможет записаться там так как я должен сначала осуществить подписку на фальшивый смарт-контракт а это дополнительные действия это дополнительный барьер большинство из вас скажет что такое атаку достаточно сложно провести и я с вами полностью согласен однако такие случаи встречаются и как я говорил в середине видео это только один смарт-контракт давайте расскажем об этой атаке об этом случае как можно большему числу людей поделитесь этой информацией в разных сообществах чтобы как можно меньше людей попались на эту аферу в одном из своих выступлений я сказал что криптовалюта в первую очередь это ответственность и чтобы сохранить ее на долгие годы необходимо учиться друг у друга необходимо быть погруженным в криптовалюту и также необходимо делиться друг с другом информации только это поможет сохранить криптовалюту на долгие и долгие годы спасибо за просмотр ставьте лайки нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на наш канал если у вас остались вопросы пишите в комментариях это был канал криптонист хранить ваши цифровые активы в безопасности